Турция Главное дипломатическое событие недели – это подписание соглашения о нормализации отношений между Турцией и Израилем. В понедельник об этом заявил премьер-министр Бенемини Танягу. Уже на следующий день документ был подписан, а в среду договор был утвержден министрами Узкого кабинета по вопросам безопасности. О том, как это было, в нашем видеоматериале. Отношения между Турцией и Израилем заметно испортились в январе 2009 года. Тогда Израиль проводил масштабную военную операцию «Литой свинец» в секторе Газа, в результате которой была установлена морская и сухопутная блокада сектора. В ответ турецкий лидер Раджеп Таип Эрдоган обвинил Израиль в геноциде палестинского народа, чем окончательно похоронил надежду на диалог с еврейским государством. В мае 2010-го после инцидента с захватом турецкой флотилии у берегов сектора Газа стороны разругались окончательно. Из Анкары был отозванный израильский посол, а Тель-Авив покинул представитель Турции. В марте 2013-го первую серьезную попытку примирить бывших друзей предпринял президент США Барак Обама. Завершая свой официальный визит в Израиль, уже в аэропорту Обама фактически заставил премьера Нетаньягу пообщаться по телефону с Эрдоганом. Не просто пообщаться, а извиниться за штурм флотилии и пообещать выплатить компенсацию. Однако Турция не спешила возобновлять диалог с Израилем. Риторика в Анкаре была прежней, а происламистский курс президента Эрдогана не оставлял шансов на успех. Так продолжалось еще три года, пока 19 марта 2016 года в Стамбуле не были совершены теракты. Руководство Израиля направило телеграмму с выражением соболезнования турецкому народу. Сигнал был принят. Через неделю спецпосланники Эрдогана Нетаньягу провели тайную встречу в Лондоне. Достигнутое нами соглашение имеет стратегическое значение для государства Израиля, для его экономики, безопасности и для региональной стабильности. Моя обязанность как премьер-министра Израиля заключается в том, чтобы заботиться о соблюдении национальных интересов в долгосрочной перспективе. Это не только экономические интересы, но и вопрос о безопасности еврейского государства как в настоящем, так и в будущем. Заявление о нормализации отношений с Турцией израильский премьер-министр сделал в Риме. В итальянскую столицу Нетаньягу отправился на встречу с Джоном Керри. Американская сторона, как потом выяснилось, была в курсе всего процесса. Нетаньягу было важно заручиться поддержкой Керри, а двумя неделями ранее он заручился еще и поддержкой этого шага в Москве. Известно, что вопрос возобновления диалога с Турцией поднимался на встрече с президентом Путиным. Мы считаем, что любое движение государств и народов на встречу друг к другу в конечном итоге окажет положительное влияние на международную ситуацию в целом. Мы приветствуем этот процесс. В попытке защитить договор с Турцией, который на протяжении шести лет занимал откровенно враждебную позицию в отношении Израиля, Нетаньягу указал на главный фактор – экономический. Без нормализации отношений с Анкарой найденный израильский газ так бы и остался лежать под морским дном. А ведь речь идет о миллиардных суммах, которые уже скоро могут пополнить государственную казну. А газу сколько хошел? Газ – это дело первостепенной важности. Газ – это потенциальная возможность укрепить национальный рынок и пополнить государственную казну гигантскими суммами. Но газ требует целого комплекса мер. Во-первых, нужно сначала его добыть. Об этом мы уже позаботились, и я не буду вдаваться в подробности. Во-вторых, нужно создать рынки сбыта для уже добытого газа. Хочу напомнить вам, что 60% от каждого шекеля дохода, полученного с дна моря, идет в госказну. Мы говорим о гигантских суммах, но нам нужны дополнительные рынки сбыта. Уже в среду Нетаньягу удалось заручиться поддержкой узкого кабинета по вопросам внешней политики и безопасности. Из 10 министров лишь трое проголосовали против соглашения с Турцией. Министрам Авикдору Либерману, Нафтали Беннету и Аелит Шакет сильно не понравилось желание правительства Израиля извиняться перед Эрдоганом. В свою очередь, в окружении Нетаньягу отмечают, что в рамках договора Турция согласилась на ряд израильских условий, в том числе на ограничение действий Хамаса на турецкой территории. Теперь все зависит от того, насколько быстро стороны сумеют забыть недавние обиды, начать отношения с чистого листа и развивать двустороннее сотрудничество, как это было до 2009 года. И сейчас с нами на связи доктор Эфрат Авифи с Центра стратегических исследований Бегин-Садат при Университете Барилан. Добрый вечер, Эфрат. Добрый вечер. Эфрат, давайте начнем с темы теракта в Стамбуле. На ваш взгляд, это теракт, это реакция на попытку нормализации отношений Турции как с Израилем, так и с Россией? Хороший вопрос, но я не думаю, что у турецкого руководства на него сегодня есть однозначный ответ. С одной стороны, все указывает на то, что за терактом в Стамбуле действительно стоит группировка ИГИЛ. Об этом открыто говорят турецкие власти. С другой стороны, нельзя забывать, что диверсии в Турции совершались боевиками исламского государства задолго до процесса нормализации отношений между Анкарой и Иерусалимом, а также Анкарой и Москвой. Это скорее дешевая попытка исламистов использовать геополитические изменения в регионе с целью оправдать свои действия. А скажите, на ваш взгляд, почему ушло целых шесть лет, чтобы подписать это соглашение? Потому что обе стороны не были готовы к компромиссу. Насколько мы знаем и понимаем, Израилю потребовалось много времени, чтобы согласиться принести изменения. Именно на этом так настаивала Турция. При этом сами турки в начале процесса не были морально готовы к соглашениям. Они были очень озлоблены на Израиль. Годы ушли, пока ситуация не улеглась. Потом началось обсуждение деталей. Например, стороны спорили, кто должен получить компенсацию. Правительство Турции или напрямую родственники погибших во время штурма. В конце концов, по главному вопросу, на котором так настаивала турецкая сторона, а я говорю о вопросе блокады сектора Газа, участникам переговоров так и не удалось договориться. В конечном итоге турецкое и израильское руководство пришли к выводу, что лучше договориться сейчас, потому что соглашение может разрешить ряд серьезных проблем, как внутренних, так и внешних. В Анкаре решили, что международная изоляция ударяет по национальным интересам. Есть серьезные проблемы с курдами, поэтому нужно договариваться и искать компромисс. В Иерусалиме не скрывали, что все эти годы хотели восстановить отношения. И, конечно же, на первом месте оказался вопрос поставок израильского Газа. Это важно не только для Турции, но и для Израиля. В турецких СМИ этот договор был представлен как достижение турецкой дипломатии. Израиль пошел на уступки. И, на ваш взгляд, Израиль как-то должен относиться к этим сообщениям в турецких СМИ? Да, это верно. Турки уверены, что Израиль уступил, согласившись выплатить компенсацию. У меня, кстати, лично с этим нет проблем. Меня больше волнует ненужное сближение, особенно после всего, что между нами произошло. Да, турецкое правительство считает соглашение своей победой, особенно когда эту победу приветствует Хамас в Газе и палестинцы. И ваш вопрос более чем уместен. Давайте еще раз спросим себя, кто больше всего выиграл от этого соглашения? Мне кажется, что Турция получила больше, чем Израиль, даже несмотря на все преимущества восстановления отношений. Иерусалиму важен вопрос поставок газа. Договор предусматривает обмен послами. Это хорошо. Но будет ли теперь Турция поддерживать Израиль на международной арене? А как Турция будет голосовать в ООН? Неужели теперь Эрдоган начнет отзываться о еврейском государстве в положительном ключе? Если завтра война, и Израиль вновь начнет операцию против Хамаса, как поведет себя Анкара в этом случае? Или же турецкий лидер вновь назовет еврейское государство фашистским? Экономические отношения между нашими странами оставались на уровне и так, безо всяких соглашений. А чтобы понять настроение в турецком обществе насчет договора, достаточно было пробежаться по комментариям в соцсетях сразу после теракта в Стамбуле. Многие турки писали, что взрывы – это результат нормализации отношений с Израилем. Нужно ли что-либо добавлять после этого? А вопрос поставок газа, как вы отметили, он действительно ключевой. Но стоило ли только ради газа идти на соглашение? Например, Израиль в свое время покупал газ у Египта, когда не было хороших отношений между Израилем и Египтом. Вопрос газа очень сложный. И, как объясняют специалисты, его можно утвердить исключительно на уровне правительств в двух странах. Никакие частные компании не смогли бы договориться по этой теме. Допустим, что премьер-министр Нитаниагу прав. И ради газа действительно можно закрыть глаза на ряд проблем. Но почему это надо делать быстро и под покровом ночи? Почему нельзя делать это поэтапно? Например, пусть Турция сначала докажет, что она изменила свое отношение к Израилю. Пусть покажет, что она готова с нами действительно дружить. Но этого не было сделано. Неужели кто-то думает, что одними только намерениями можно забыть все, что происходило последние шесть лет? Столь внезапный договор с Турцией может поставить под угрозу наши хорошие отношения с Россией, Кипром, Грецией, недовольные и в Египте. Не забывайте, что отношения между Египтом и Турцией оставляют желать лучшего. И неужели вы думаете, что извинения Эрдогана перед Путиным вернут прежние российско-турецкие отношения? Я так не думаю. Поэтому, с моей точки зрения, это соглашение вызывает очень много вопросов. И оно в большей мере выгодно Турции, чем Израилю. Доктор Фратавик, большое спасибо. Спасибо, Евгений.